Итак, друзья, я вас приветствую в 10-й части своего обучающего видеокурса по иерзианскому языку. Спасибо всем, кто меня до сих пор смотрит, хотя я думаю, что у вас немного уже осталось. Но, если вам нравится этот обучающий курс, пожалуйста, вы можете отблагодарить меня деньгами, потому что курс снимается за бесплатно. И если он, конечно, вам не нравится, вы можете написать мне об этом в комментариях. Вот что мне нравится, но я на самом деле обрадуюсь, если вы мне напишите комментарий на иерзианском языке. Ну и давайте начнем мы с такой темы, как инфинитивы, модальный глагол и будущее время. Дело в том, что эти три темы тесно между собой связаны. И давайте начнем. Значит, как мы знаем, в реализованном языке существует инфинитив омс, амс и емс. Соответственно, у нас есть глаголы кортамс, кунсуломс и мерямс. Ну, кортамс это говорить, кунсуломс это слушать и мерямс это сказать-приказать. Но помимо этой формы существует также и другая форма инфинитива. Омо, амо, емя. Давайте смотреть. Кортамо кунсулому меряме. И две эти формы, они означают, на самом деле, одно и то же. Но используются они по-разному. Ну и давайте теперь рассмотрим пример, когда же мы используем эту форму. Эту форму мы в основном используем в связке с модальными глаголами. То есть это, например, могу сделать, пытаюсь сделать и так далее. То есть, когда у нас есть какой-то глагол, от которого зависит следующее слово. Итак, давайте смотреть. Вот этот вот мы рассмотрим чуть попозже. Кармамс. Мы рассмотрим его чуть попозже, потому что за него будет цепляться следующий слайд. А давайте сначала рассмотрим вот эти вот варианты. Итак, первый пример у нас. Теориалканс это пытаться. И снаркнемс, как бы вроде тоже пытаться, одно и то же слово. То есть они переводятся одинаково. Но между ними есть определенная разница. Дело в том, что терял он Куртаму, это, например, я пытаюсь говорить в принципе. То есть, допустим, я езжу в деревню. Ну, не всегда получается, конечно, но когда, например, выходит такая возможность, я еду в деревню и разговариваю. Ну, как бы я, то есть я нормально разговариваю, допустим, по-эрзиански. Ну, типа не всегда получается. Я пытаюсь говорить. Снаркнем Куртаму означает совершенно другое. Это когда я пытаюсь говорить, но, ну, либо выходит как-то не так, либо вообще не выходит. вот так вот это называется снаркмян куртам пытаюсь говорить следующий пример марш сонс мочь уметь ну давайте рассмотрим пример потому что на самом деле это слово очень такое хитрое потому что он означает не только мочь уметь сейчас мы с вами рассмотрим как раз таки где означает именно мочь уметь, а где ничто другое и так мон масштаб кунда монзо сондзе я могу его поймать мы видим здесь вот он этот модальный глагол масштаб могу я могу кунда монзо это означает поймать его сондзе обратите внимание у нас эта форма глагола склоняется по лицам то есть кунда монзо поймать его но здесь принципиальный момент там является именно наличие вот этого слова кунда монзо без него у вас все предложение целиком поменяется то есть если вы скажете например мон сондзе соответственно масштаб са это будет означать совершенно другое потому что масштаб здесь будет уже тогда выступать в качестве второго значения убить да слово масштаб означает не только мочь уметь но и убить и разница между этими двумя выражениями между этими двумя значениями заключается именно в наличии вот этого слова соответственно мон масштаб сондзе это означает я его убью а мон масштаб унда монзо сондзе это означает я могу поймать его соответственно если вы хотите например сказать я могу то тогда это будет переводиться как мон масштаб тьемя не мон масштаб а мон масштаб тьемя потому что мон масштаб здесь оно будет как-то двусмысленно вылизить или например я его могу допустим такое выражение будет но поэрдиански вам нужно будет сказать что вы можете с ним например мон масштаб тьемя сондзе или там кунда мон масштаб сондзе это будет изучать именно я его убью и больше ничего и следующее слово это тердинс звать ну здесь в принципе все просто тердян фондзе я каму зову его погулять и обратите внимание во всех случаях тердян я каму масштаб унда монзо конечно ну масштаб унда мон снарднян куртаму теряутан куртаму у нас везде используется именно вот эта форма то есть подальными глаголами у нас используется именно форма ому аму еми есть есть один скажем так а есть одно исключение вот мы его расходим несколько позже ну и давайте теперь рассмотрим такой вопрос как будущее время как же сказать паризианский допустим я буду говорить для этого у нас используется слово кармас стать начать выставиться а на самом деле много где используется но в основном она используется именно как показатель будущего времени у нас получается карман куртаму буду говорить это очень важно карман куртаму будешь говорить но есть один момент про который сейчас вам расскажу друзья сейчас мы с вами рассмотрим на самый сложный самый-самый сложный раздел и рязанского языка да и не только и рязанского но и он вообще говоря касается всех наугольских языков дело в том что вы могли наверно заметить что в некоторых случаях я перевожу конструкции которые должны быть в настоящее время как конструкции будущего времени ну например конструкции настоящего времени мон вечь антони я тебя люблю это конструкция настоящего времени обратите внимание у нас одних объекта спряжение и какой-то объект стоит все как бы логично нормально но теперь основе еще один пример сын поджал ци суронте они поверят зерно будущее время как это понимать эти конструкции они грамматически идентичны то есть у нас здесь объектные спряжения и здесь объектные спряжения здесь родители и здесь родители поддержки но переводится конструкции по разному как это понимать почему она так дело в том что в рязанском языке как и во всех других новых языках изначально как бы такого понятия как будущее время не существовало то что вы рассмотрели с вами предыдущем слайде то есть карман это уже такое как сказать нововведение совсем новое появилось давно но для самой структуры финн уборских языков вот если мы возьмем про фигурский язык там будущего времени не было там было только прошедшее и не прошедшее время не прошедшее время и включала себя все расстояние от сейчас до будущего и вот это вот надо четко понимать без этого вы не поймете что вообще происходит в рязанском ну и давайте теперь вам расскажу почему у нас такая картина происходит для понимания этой темы надо вспомнить такой вопрос как известность объекта то есть он известен или неизвестен как вы помните это темы тянете уже чуть ли не с первых уроков я это объяснял еще вопросе родители винительного падежа и вот здесь именно здесь эта тема встает во все великолепии ну давайте рассмотрим примеры мол дичь к тянтоне я тебя люблю объектом здесь являющийся ты и ты всегда известен ты не может быть неизвестен ты всегда известен а если неизвестен значит будешь известен и день будет зарабатывать много главное поселение и так что же у нас а всему сюрро она может быть как известно так и неизвестно то есть у нас может быть какое-то известное количество зерна может быть неизвестно но если у нас количество зерна известны то получается у нас вся эта конструкция и сразу обратает конечность. Если мы, допустим, веем какое-то неизвестное зерно, то у нас мы можем один раз повеять, второй раз повеять, третий раз повеять, сегодня, завтра, послезавтра. То есть мы веем зерно непрерывно. Но если у нас зерно известно, то тогда у нас получается конструкция свершенного вида. А что такое свершенный вид в отношении слова веять? Как это сказать вообще? Как конструкцию свершенного вида? Это будет повеять зерно. И вся эта конструкция сразу обретает будущее время. Она сразу сейчас становится в будущее время. Но, как же сказать, если мы в принципе веем зерно, то есть не сейчас конкретно какое-то маленькое зерно, какое-то количество нам известно, а неизвестно количество зерна, тогда мы используем вот эту конструкцию. ЦИПОНЖАУТИТЬ СЮРО. Мы используем безобъектную конструкцию. И тогда она уже переводится как настоящее время. Ну и, соответственно, если у нас со словом ВЕЙЧКЕМС стоит какое-то, например, неизвестное нам количество, допустим, ЭЙКАКШЬ, ДЕТИ. Ну, у вас, наверное, сейчас возникли новочеркасские вайбы, извините. Вот, но СОН ВЕЙЧКЕМС, ЭЙКАКШЬ. Это означает, он любит детей. То есть дети, опять же, нам здесь неизвестны. Эта тема, на самом деле, действительно очень сложная для понимания, но центральным моментом здесь надо понять следующее, что у нас в артистанском языке нет такого понятия, как в будущее время. Есть непрошедшее время. Будущее время, которая Карманс, это уже новое введение. Вот это вот центральный момент, который надо запомнить. И также нужно запомнить, что вот это вот все зависит от того, известен нам объект или неизвестен нам объект. Как-то так. Итак, друзья, теперь осталось рассмотреть всего одно исключение из правил. Есть один модальный глагол, который требует к себе инфинитива АМС. Это, соответственно, ИРЯИ. ИРЯИ означает «должен» или «нужно». Ну, вообще говоря, это означает «нужно». Можно переводить так, но это ближе все-таки по значению к слову «нужно». Ну, например, «монение реально Куртамс». «Мне нужно говорить». Обратите внимание, не Куртамо, а Куртамс. Это очень важно. Вот. И давайте теперь еще плюс ко всему этому рассмотрим такой суффик, который образует отговорие существительное. Это у нас, соответственно, ОМА, АМО и ЕМА. Соответственно, Куртамо – это разговор. АМЕРИМА – это приказ или поручение. Не МЕРИМЕ, АМЕРИМА. Это очень важно. В этом, собственно, заключается разница между суффиксом инфинитивным и номинализатором. Ну, суффик самообразующий под глагольным существителем, называется номинализатором. Ну и давайте рассмотрим следующую тему, которая называется «Части тела человека». Значит, ну давайте начнем с такого слова, как «рунгу». Оно означает, собственно, тело человека. Кстати, памятник по-эрзиански будет «кео-рунгу», то есть «каменное тело». Далее, пря – это означает голова, черь – означает волос. Причем волос может быть не только на голове, но и на руке, напустим. Волос на голове у нас будет пря-черь. Далее, сильный – это означает глаз. Те, кто увлекается финский, вспомнили, что как-то оно уже очень похоже на слово «сильно». Далее, судо – означает нос. Курву означает рот. Пиле означает ухо. Далее, эй означает зуб. Турва – это губа. Кирга – это шея. Мешти – это грудь. И поте – это женская грудь. То есть, мешти – это вот у меня, например, мешти, а женская грудь – это именно поте. Кроме того, в рязанском языке есть такое явление, что для назначения различных частей тела, там, например, ладони и так далее, у нас могут складываться эти названия. То есть, допустим, как сказать, например, мочка уха. По-рязански это будет пиле, поте. Видите? Ну и смотрим дальше. Пекер – это живот. Кейти – это рука. Сур – это означает палец. Лаутул – это плечо. Пильге – нога. Кумаша – колено. Кстати, не только колено, но и поколение. В старой рязанском это означало именно поколение. Дальше. В рязанском языке есть отдельное слово для коленных пальцев. То есть, по сути, обратная часть колена. Это кальшамо. Ну, собственно, означает подколенные пальцы. Далее. Кочкая означает пятка. Каяс – это поясница. Пукшо – это ягодицы. Ну, есть более грубое слово, но те, кто знает, пожалуйста, напишите его в комментариях. Я его отзвучить не буду с вашего позвонения. Далее. Верь – это кровь. Сан – это жилокровеносный сосуд. И кель – это язык. Язык не только, которым говорят, но и который во рту. Итак, друзья, пришло время объяснить, как же по-язязански выразить желание, допустим, мы чего-то хотим сделать. Дело в том, что в разных случаях используются разные конструкции. Ну, и давайте рассмотрим некоторые из них, самые распространенные. Для начала я предлагаю рассмотреть такие слова, как ВАЧО – это означает голодный. ЯСАМС – это есть. И СИМЕНС – это пить. Соответственно, если мы хотим, например, сказать «Я голоден», то по-язязански это будет «ПЕКИМ ВАЧО». Означает «Мой живот голоден». По-язязански говорят именно так, да. Если же мы хотим сказать, например, «Я проголодался», ну, в принципе, это одно и то же, но все равно полезно знать. «ТЕКИМ ВАЧОС». То есть это «Мой живот проголодался». Дальше. Если мы хотим сказать, например, «Я хочу есть», то мы скажем так. «Я самому САС». Это означает дословно «ЕДА МОЯ ПРИШЛА». Соответственно, дальше «Я хочу пить» – это будет «СИМЕН МАМ САС», «ПИТЬЁ МАЕ ПРИШЛО». Кстати, если, например, вы хотите сказать «Я умираю», то вы точно так же скажете «КУЛМ МАМ САС». Далее. «Я захотел». По-язански это будет «МЕМ МАМ САС». Это означает «МОЕ ЖЕЛАННИЕ ПРИШЛО», дословно, если переводить. Но есть еще одна конструкция, которая достаточно все-таки часто используется. Ну, в случае, если, например, вот никакие-то такие конструкции, часто используется такая форма, как «МЕЛИ МУЛИ». «У МЕНЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ». То есть «ЕСТЬ МОЕ ЖЕЛАНИЕ». Соответственно, «МЕЛИ МУЛИ ТЕЕМС». «Я хочу сделать». И обратите внимание, что глагол здесь используется в форме первого инфинитива. То есть «ЕМС» не «МЕЛИ МУЛИ ТЕЕМС». Обратите на это особое внимание. Вот вам еще чуть-чуть потребует. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим главное блюдо нашей обучалки. Это так называемый «Переместительный падеж». Ну, или «ПРОЛАТИВ». По-ярзиански он будет называться «ЮТАМА НЕМТЬ». Как мне сказал сейчас Пушкин, «Переместительный падеж». «Тебя, твой смысл, я обожаю». Значит, ну давайте все-таки разберемся, в чем же смысл «Переместительный падеж». На какие вопросы он отвечает? «КИВА» – «ПО КОМУ». То есть «ПО КОМУ» типа, вот «ПО МНЕ», допустим. Вот это «КИВА». «МЕЗИВА» – «ПО ЧЕМУ». Это то же самое, по сути. Только какой-то неодушевленный объект. И дальше «КУА» – это означает «ГДЕ», значение «ПО КАКИМ МЕСТАМ». Ну, на этой картинке гораздо более понятно. То есть вот, человек, он идет по горке. Вот, он идет, и вот это движение по чему-либо, оно и выражается как раз-таки этим падежом. И здесь у нас, допустим, растут какие-то сосенки, ну или девочки, неважно. Вот, и они растут по горе. То есть по-версиански скажут, что именно по горе растут сосны. Не на горе, а по горе. Это очень важно. Ну и, в принципе, можно сказать «на горе». Но это у нас какая-то одна гора. А если, например, по горам растут сосны, то тогда мы потребим, конечно, переместительные падежи. Ну и давайте теперь рассмотрим парадигму. Значит, неопределенное единственное число будет «ГА», «ВА» и «Ка». Вы увидите, почему так? Объясним позже. Значит, определенное уже будет «ГАНЬ», «КАНЬ» и «ВАНЬ». И множественное число будет «ТНЕВА». Ну и здесь все то же самое, как и в прошлых падежах. Здесь, в принципе, картина нигде не меняется. Ну и давайте теперь рассмотрим, когда же нужно говорить «КА», «ГА» и «ВАНЬ». Значит, «ГА» нужно говорить в том случае, если у нас в конце стоит звонкий согласный. «ВИРИГА», «ПО ЛЮСУ». То есть «РЕ» у нас, но звонкое. Дальше. «КЕЙДЬГА» – «ПО РУКЕ». «ДИ», «ДИ». Опять это звонкое, мы слышим этот звук. Дальше. «ЛЕЙЕГА» – «ПО РЕКЕ». «ЙЕ». Опять мы перекладываем звук в голос. Но, если у нас, например, такое звук «КЕНГШЬ», вы слышите, я голос здесь не подаю только вот это шипение, у нас вместо будет «КЕНГШЬКА», «КА» вы видите. То есть для звонких у нас «ГА», для звуких согласных, для глухих согласных «КА», соответственно «КЕНГШЬКА» – это «ПО ДВЕРИ». Или «В ДВЕРИ», в некоторых случаях. И в каком же случае мы говорим именно «В ДВЕРИ». Допустим, если оно рассказать «ВХОДИ В ТРЕТЬЮ ДВЕРИ», то мы это скажем так. «СОВА КОМАТЕ КЕНГШКАНТЬ». «КЕНГШКАНТЬ». Помните, я вам говорил о том, что «Эрзянский язык» становится все сложнее, чем глубже в него погружать, тем сложнее. Вот это вот то, о чем я как раз таки говорил, что такие места, они возникают везде в «Эрзянском языке» и возникают совершенно неожиданно. В «Мнеожиданных местах». То есть, казалось бы, что можно быть проще, сказать, просто сходить в третью дверь. Но, здесь у нас используется вовсе не вносительный падеж, то есть не «КОМАТЕ КЕНГШЕ С» или «КЕНГШЕ ВО». Мы говорим здесь «СОВА КОМАТЕ КЕНГШКАНТЬ». То есть, здесь у нас внезапно появляются переместители падежи. Ну и давайте смотреть дальше. Ну и давайте дальше, когда нужно сказать суффикс «ВА». Он у нас употребляется после гласного. Если у нас на конце стоит гласное, то мы говорим «ВА». ВЕРИВА – это по силу. ПРЯВА – это по голове. И КУДОВА – это по дому. Потому что все эти слова заканчиваются именно на гласном. Ну и, соответственно, еще один пример употребления – это, например, есть такая песня «ВИРГА МОЛИ МАШУРА». Ну, по лесу идет МАШУРА. Вот. ВИРГА МОЛИ МАШУРА, ВИРГА МОЛИ МАШУРА, АМИРГАНЗО ОТЮРА. Вот такая песня. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим, как же склонять по лицам слова, стоящие в этом падеже. Ну и в качестве примера рассмотрим такое слово, как КЕДЬ – рука. Соответственно, КЕДЬГАМ – это по моей руке. КЕДЬГАД – по твоей руке. КЕДЬГАНЗО – это по его руке. КЕДЬГАНЗО – это по нашей руке. Как это представить, не спрашивайте, это чисто грамматическая конструкция. КЕДЬГАНЗО – по вашей руке. То же самое. И КЕДЬГАЗ – это по их руке. Кроме того, мы можем заменить такую конструкцию, например, КЕДЬГАНЗО, на вот такую конструкцию, использующую после ЛОК – ЭЗГА. Соответственно, КЕДЬГАНЗО – это то же самое, что и КЕДЬГАНЗО. КЕДЬГАНЗО означает по руке. Ну, по какой-то определенной руке, как мы видим. И давайте теперь посмотрим, что же мы можем сделать с этим словом. Давайте я здесь отдельно пишу, чтобы вам было понятнее. Значит, ЭЗГАН или ЭЗГАВАН – это по мне. ЭЗГАН или ЭЗГАВАН – это по тебе. ЭЗГАНЗО или ЭЗГАВАНЗО – это по нему. ЭЗГАНОГ или ЭЗГАВАНОГ – это по нам. ЭЗГАН или ЭЗГАВАНГ – это по вам. и эсгас или эсгавас – это по ним. Ну и в завершении теоретической части курса давайте рассмотрим теперь послелоги, которые, собственно, используют этот переместительный падеж. И первым послелогом у нас будет мельга – позади или за ним. Ну, у нас можно сказать, что сон за мельга – это за ним. Но можно сказать и мельганзо. И вот давайте сразу рассмотрим пример. Мельганзо – вот тюра. За ней следом молодой парень. Это та же самая песня про Машуру, которая – вельгамоль – машура, а мельганзо – тюра. То есть мельганзо – это типа «за ней». То есть сон за мельга или мельганзо. Вот, вы здесь видите. И с этим поститутом также связаны такие выражения, как мельганзо – присматривай и следить. Соответственно, сон ваны мельганзо – он следит за мной. Ну, и второе, например, выражение есть тоже – мельганзо – сопутствует или следует за кем-то. Ну, и теперь давайте рассмотрим, собственно, другие. После логи. Следующий после лог – алга. Он означает не «ога» типа так, вперед, а именно алга. Это означает «под чем-либо двигаться». Ну, в смысле, не под такими-то травами и прочими, а именно «под», в смысле, внизу. Соответственно, у нас получается дальше. Моль тяно панду алга. Означает это «мы идем под горой». То есть моль тяно – это «мы идем». Значит, давайте я вам объясню. Алга – это означает «вниз». То есть алга – это означает «по чему-либо, что внизу». То есть не просто внизу вот так вот, что тут, снизу, а оно именно движется внизу. Вот это важный момент. И дальше, следующий. Если у нас есть внизу, значит, есть весовый вверху. Вверху будет «великска» – «надо чем-либо». Ну, и смотрим, соответственно, «великска-нок», «нарганить» и «учить». «Великска-нок» типа, ну, «меняк великска», типа «над нами», но здесь именно такая, опять же, сокращенная форма «великска-нок». Кто не понимает, что такое сокращенная форма, пожалуйста, посмотрите предыдущие видео, вам надо станет более понятно. Ну вот, «великска-нок», «нарганить», «лептить». И смотрим на следующую группу послевогов. Значит, «вакска» – это означает «около-мимо». То есть в чем отличие от «ваксо». «Ваксо» – это означает «вот у нас есть что-то, и что-то рядом с ним находится». А «вакска» – это «вот у нас есть что-то, и что-то рядом с ним движется вот так вот». То есть в этом разница между «ваксо» и «вакска». Вот «вакска» – это означает именно «около-мимо». Ну, давайте рассмотрим пример. «Ютын вереньць вакска» означает «я проходил мимо деревни». Обратите внимание. «Мимо». «Мимо», но в точку. Значит, «ланга» – это означает «на поверхности чего-либо». Ну и, соответственно, вы помните, что «ланга» – это вообще означает порядок. Но так как «лангга» – она не может такой формы быть. Соответственно, оно выглядит как «ланга». То есть «по поверхности чего-либо». То есть «ланга» – это поверхность, и «ланга» – это «по поверхности». То есть вы видите, эти формы совпадают. Соответственно, если у вас получается «киньть ланга» – «чудивить». «По дороге течет вода». «Кинть ланга» – то есть «киньть» – это «дорога», «ланга» – это «по чему-либо». Следующий после «лога» – это «йонга». Это у нас «по стороне». Слово «йон» – вообще это как бы обозначение именно направления. То есть, например, есть слово «йонгс». Это у нас означает, ну, типа как «направление», «йонгс». Вот, но в данном случае это именно как бы «по стороне». То есть «йон» – это «сторона». Соответственно, «йонга» – это «по стороне». Давайте я возьму первый пример. «Кинть кауту йонга аж тесть чутут». По обе стороны от дороги стояли деревья. То есть «киньть кауту йонга». То есть «дорога» – «две» – «по стороне». Обратите особенно внимание на построение этого предложения. Не «кауту кинть йонга», а «киньть кауту йонга». Это вот очень важно заметить здесь особенно. Смотрим дальше. Очень важный посылок. «Перь кава» – это означает «вокруг». Ну и давайте рассмотрим пример сразу же. «Веринть» – «перь кава», «косы» – «вирь». Вокруг села растет лес. Он означает «по округе». То есть это и «вокруг», и «по округе». Ну и следующий пример – «юткова». Это означает «сквозь» или «меш». Ну то есть вот у нас есть две какие-то условные конструкции, и сквозь них что-то проходит. Это называется «юткова». То есть «ютксу» – это когда я, например, между двух своих рук и стою. А «юткова» – это когда я прохожу мимо двух чего-либо. Ну двух или сколько-то там. В общем, я прохожу мимо чего-либо. Именно мимо, вот что-то вокруг меня вот так проходит. Вот. И у нас, соответственно, получается, это означает «сквозь» и «меш». Ну давайте рассмотрим пример. «Теки вейт сур юткова сон лис». «Теки вейт сур юткова сон лис» означает «он ушел, словно вода, сквозь пальцы». «Теки вейт сур юткова сон лис»